Уссуриск окружен. На каждом въезде в город установлены ветеринарно-полицейские посты. Проверяют грузовые автомобили, чтобы не вывозили живых свиней или мяса. Причина установки кордонов – африканская чума. Вирус обнаружили в пограничном районе. Сотрудники охотнадзора во время объезда нашли трупы диких животных. Вполне вероятно, что дикие кабаны, которые пришли с территории Китая, спокойно могли контактировать с этими, условно так сказать, домашними свиньями и поэтому вероятность того, что это пришло от диких кабанов. Владельцам всех форсобственности свиней нужно не посещать пограничный район и другие районы стараться, не пускать в свои хозяйства посторонних лиц, как говорится, содержать свиней закрытыми, чтобы было безвыгульное содержание, даже под навесами, только в сараях. Владельцам свиней напоминают, если у вас есть эти животные, сообщите ветеринарам. Африканская чума – опасная болезнь. Человеку не угрожает, но если в хозяйстве вирус появится, выход только один – убой поголовья. Скрывать это нет необходимости, потому что последствия печальные. Во-первых, свиньи, которые заболевают, они подвергаются только убою. И плюс помещение, все, что сделано из дерева, подвергается уничтожению, то есть нужно сжечь. Поэтому болезнь – это очень страшная, и не дай бог она придет к нам в округ. Поэтому сегодня принимаются все меры, вплоть до уголовной ответственности, чтобы исключить распространение этого заболевания. На одном из постов инспекторы Росельхознадзора задержали груз. Водитель пояснил, что не знал о запрете на вывоз свинины. Окорок в 6 килограммов изъяли и сожгли. Владельцу выписали штраф. Вывоз живых свиней, животноуческой продукции и сырья, не прошедшего термическую обработку и непромышленного изготовления из границ второй угрожаемой зоны, к которым относятся Уссурийский, Октябрьский, Михайловский, Пограничный, Ханкайский, Харольский, Михайловский районы, запрещено. Карантин в Уссурийском округе и других районах Приморья введен с 1 августа. Срок действия – месяц. Все это время будут дежурить круглосуточные ветеринарно-полицейские посты. Инспекторы Росельхознадзора предупреждают, что нельзя вывозить даже маринованную свинину для шашлыка. Лучше выбрать другой продукт. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Алексей Шаповалов, Телемикс.